Всем привет, с вами Анна Букина Кровец. Стресс, выгорание, нехватка времени, за всем этим лежит одна большая причина, это нехватка энергии. Ну а также неумение расставить приатритеты, зашлакованность пространства людьми, событиями, информацией. Мы просто не даем себе времени восстановиться и возможности восстановиться. Как справиться с выгоранием? Мои способы. Во-первых, это отдыхать до того, как выдохся. То есть прям планировать отдых, включать его в планы, в свое расписание. Во-вторых, отключаться от телефона, от интернета хотя бы на день, хотя бы на день, один день в неделю, обойтись без телефона, обойтись без интернета, без вот этого постоянного просматривания почты, кто что, чего написал. И таким образом вы уже, вы снимете внутреннюю тревожность и избежите нервозов. Третья причина, третья, вернее, с возможностью восстановиться, это спорт. Хотя бы один-два раза в неделю найдите время через «не хочу», для себя. Не обязательно ходить куда-то там, в какие-то секции, просто дома позанимайтесь, разгоните энергию по телу. Это очень-очень важно. Следующий способ – это свежий воздух, прогулки на свежем воздухе. Также рекомендую вам менять окружение, встречаться с друзьями, с подругами, какие-то новые круги общения создавать и менять именно обстановку, то есть не с теми людьми, с которыми мы общаемся каждый день, изо дня в день, а именно менять окружение, менять энергию общения. Следующий способ – это, конечно же, забота о теле. То есть опционально здоровый полноценный сон, возможно, массажи, какие-то процедуры, которые позволят телу восстановиться, расслабиться, убрать внутренние спазмы, зажимы и просто насладиться покоем и релаксом, чтобы мышцы наши восстановились. И, конечно, еще один способ – это ходить в интересные места, выставки какие-то, театры новые, какие-то интересные события. Вот все это помогает нам не просто справиться с выгоранием, но и добавляет нам энергии, силы, чтобы жить и радоваться жизни. Какие способы восстановления энергии знаете вы, поделитесь под этим видео.